Конечно, центральный вопрос времени по-прежнему ситуация на Украине и ситуация в России для нас. Если касаться ситуации на Украине, то можно выразиться одной фразой, названием книги Эриха Мария Ремарка «На Западной фронте без перемен». Это не означает, что там ничего не происходит. Там происходит все то же самое, идут военные боевые действия, перемалывается техника, гибнут люди, гражданское население, идет разрушение инфраструктуры, традают города, но при этом такое, так называемое, метастабильное состояние. В таком состоянии все это и пребывает. Линия фронта пока практически не движется, где-то объявляется 6 километров продвижения, 10 километров продвижения. Это, в общем, я уже неоднократно говорил, означает, что продвижения по существу нет, если понять размеры страны и размеры фронта, где происходят все эти военные действия. При этом понятно, что растет список погибших, это неизбежно, и с одной и с другой стороны. И если мы вспомним выступление нашего президента, который говорил, что в сущности русские и украинцы – это один народ, это означает, что список погибших у нас будет общим. И мы будем считать все эти числа, а не то, что каждый будет считать своих, потом, когда все это закончится. Поэтому пока сказать, что кто-то достиг какого-то финального перевеса на фронте невозможно. Войска российские медленно продвигаются, украинские войска применяют, похоже, тактику, отходят на свободных территориях, а в городах остаются гарнизоны. И города окружаются, но дальше, как я уже и говорил, встает колоссальная и невероятная проблема. А что дело с городами? Тут были высказывания, что никто не собирался их брать. Но вот мы видим развитие ситуации вокруг города Мариуполя, когда уже понятно, что уже вопрос на неделе идет сражение внутри города. И город постепенно превращается в вариант Грозного, либо еще там какие-то сложные аналогии могут возникать. Но могу сказать, что город Масун, который брали американские войска, где находилось порядка 6 тысяч боевиков, этот процесс занял около 6 месяцев. Это крайне тяжелая задача с невероятными разрушениями и с очень тяжелыми последствиями. И если мы понимаем, что в конце концов, если опять говорить о неких целях и задачах, вся эта территория становится нашей зоной ответственности, то понятно, что нам все это потом и восстанавливают соответствующими ценами, вложениями и так далее и тому подобное. Если говорить про цели компании, то пока, конечно, цели не достигнуты, потому что никакие цели не достигнуты вообще. И как бы ни формулировались цели, они достигнуты быть не могут в таких условиях. Мы помним две позиции, которые были сформулированы со старта. Это деноцификация и демилитаризация. В общем, пока, что касается деноцификации, нет формулировок в операциональном смысле. А что нужно конкретно сделать? Делай раз, делай два, делай три и получить вот это, вот это и вот это. То же самое касается и демилитаризации. Понятно, это означает уменьшение военной возможности. Уменьшение военной машины. Вопрос до какой степени? До нуля или до какого-то уровня? Несколько можно понимать задачи или цели, которые мы преследуем, по тем позициям, которые формулируются на переговорах. Я хочу сказать, что это очень важный элемент, что идут переговоры. Потому что любые военные действия, любая война в той или иной форме, ведь мы знаем эту историю, всегда заканчивается подписанием соответствующих мирных соглашений. Бывают ситуации, когда кто-то подписывает капитуляцию, это одна крайняя форма. А в остальных случаях есть какие-то варианты договоров, которые удовлетворяют стороны, не полностью удовлетворяют, часто бывают компромиссными. Но, тем не менее, все равно на финале возникает какой-то документ, который фиксирует новые условия игры или новые правила. И нам понятно, что сформулировано, наверное, несколько позиций. Одна позиция с нашей стороны звучит – это нейтральность Украины, неучастие в блоке НАТО и неразмещение натовских войск на территорию Украины. Принципиально власти Украины говорят, что они на это согласны при условии выдачи гарантий со стороны, я понимаю, великих держав. Дальше, конечно, дьявол начинает крыться вот в этих деталях, а что такое гарантии, как они будут реализованы и как это будет все происходить, поскольку один раз уже гарантии были выданы. Напомним, это Будапештский меморандум 1994 года, смысл которого заключался в том, что три державы – Соединенные Штаты, Великобритания и Россия – гарантируют Украине территориальную целостность, суверенитет, нерушимость границ, неприменение угрозы силы в обмен на то, что Украина принимает на себя безъядерный статус и сдает то ядерное оружие, которое находится на территории. Мы видим, что из этих гарантий ничего не получилось. Поэтому как эти гарантии будут формулироваться, весь сложный, но понятно хотя бы поле переговоров. И есть шанс, что, может быть, изобретательные дипломаты, которые окажутся изобретательнее военных, все-таки найдут вариант, который устроят обе стороны. Вторая часть позиции, которая заявлена на переговорах с российской стороны – это признание Крыма российской территории и это признание независимости так называемых ЛНР и ДНР – Луганская и Донецкая. Я думаю, что здесь в этих условиях шансов найти компромисс просто нет, поскольку, я думаю, никакое правительство, которое подпишет такие документы с той стороны, не усидит. А равно, как я понимаю, непростые варианты возникнут, конечно, называются и у любого российского правительства, если оно полностью откажется от каких-либо претензий на эти территории. Поэтому здесь вот эти территориальные переделы, по существу, блокируют, наверное, окончательное решение. Либо придется развязывать, как что называются эти вопросы, и понимать, что остановка боевых действий – это главное. И понятно, что мы выделили центральный пункт, который формулировался, вообще-то говоря, это нейтральность. Все остальное откладывают на далекое будущее, потому что надо прекращать боевые действия. Иначе, еще раз говорю, список потерь начинает разрастаться, разрастаться и разрастаться. Поэтому переговоры, еще раз подчеркну, это важнейший элемент, которому, наверное, нужно сосредоточиться и искать вариант решения, понимая, что переговоры – это всегда компромисс. Кто-то уступает в этой части, кто-то уступает в этой части, и ясно, что очень тяжелая постановка задачи, невероятно трудная. Но если, как говорится, компромиссы дипломата никакие и политические руководители не найдут, значит, тогда, как говорится, будет продолжаться то, что сегодня мы имеем – специальная военная операция. И здесь кажется, что очень многим на нашей стороне российской, что чем дольше мы там продвигаемся дальше, тем улучшаются наши позиции переговорные, тем больше мы можем запрашивать на переговорные позиции, тем больше мы достигнем. Так вот, реальная картина не такая, потому что параллельно мы понимаем, что открылся второй санкционный фронт, который самым серьезным образом влучшит нашу экономику. И чем больше мы будем затягивать процесс поиска переговоров, поиска развязки, тем я могу сказать, что у нас будут возникать сложности, которые будут изнутри подрывать переговорные позиции, которые там будут заявляться нашими дипломатами на переговорах. Продолжение следует...